Предлагаем мы к вашему рассмотрению проект закона Республики Абхазия об оружии направленного в порядочное неурегулирование оборота оружия в нашей стране. В случае его принятия будет создана правовая база, определяющая правила хранения, приобретения, продажи, отчуждения и доследования огнестрельного, нарезного, краткоствольного, автоматического и короткоствольного, холодного и метательного оружия. В мире существует самая разнообразная практика оборота оружия, которая напрямую связана с традициями и особенностями той или иной страны. В качестве примера часто приводят Соединенные Штаты Америки, в которых разрешено не только хранение, но и ношение определенных видов оружия. Сегодня открытое ношение там разрешено в 23 штатах, скрытое в 38 штатах, и только в двух штатах оно запрещено. Схожие правила существуют в ряде европейских стран и Латинской Америки. В таких странах, как Израиль, Швейцария, Австрия, государство обязывает своих граждан иметь оружие, при этом в этих странах наиболее низкий уровень преступности. Поэтому при выработке данного проекта мы исходили из традиции и истории этого вопроса на территории Республики Абхазия. Как известно, владение и ношение оружия всегда рассматривалось в нашем обществе в качестве элемента политической свободы, личности, суверенитета и безопасности государства. С давних времен система нашей обороны основывалась на подразделениях, формирующих из вооруженного резерва по территориальному принципу. И сейчас основа обороноспособности нашей страны составляет вооруженный резерв, в то время как срочная служба и военные сборы призваны обеспечить сохранение и совершенствование военных навыков в соответствии с современными требованиями. Такое положение надеюсь сохранится и в обозримой перспективе. У нас уже действует законодательство резервиста, но оно не заполняет правовой вакуум в области оборота различных видов оружия. Предлагаемый вашему вниманию законопроект призван решить и эту проблему. По своему духу и соответствует историческим реалиям, а также высоким стандартам контроля за оборотом оружия, проверенным на опыте ряда развитых государств. Данный закон в случае непринятия позволит четко определить параметры, которым должен соответствовать гражданин для того, чтобы получить лицензию на хранение и ношение оружия. Это в частности возраст, психическое здоровье, отсутствие наркотической, алкогольной зависимости, а также судимости по тяжким статьям. Закон также регулирует такие сферы, как коллекционирование оружия, также вопросы, связанные с оружием, имеющим историческую и культурную ценность. Как показывает мировая практика в странах, в которых легализовано хранение и ношение оружия населением, уровень преступности с применением оружия не выше, а порой даже ниже, чем в странах, где это запрещено. Несмотря на то, что дискуссия по этому вопросу права на хранение и ношение оружия носит практически непрерывный характер, в целом наблюдается тенденция законодательного закрепления этого права при определенных ограничениях. Например, во многих странах ограничения в основном связаны с ношением оружия в местах массового скопления людей, в образовательных, культурных, государственных учреждениях. Мы также предусмотрели ряд подобных ограничений. В частности, предлагаем выдавать лицензию только на скрытое ношение оружия, а также санкции за нарушения, установленные предлагаемым законопроектом правил. Актуальным для Абхазии вопросом является также регламентация правил наследования оружия членов и семи резервистов и других владельцев этого оружия. Настоящий проект закона предусматривает необходимые для этого нормы. В заключении хочу сказать, что оружие было и останется частью нашей культуры, предполагающей определенный этикет, обращение с ним. Мы должны стремиться не к искоренению этой традиции, а к ее сохранению в современных условиях. Уверен, попытки введения запрета или осуществления изъятия оружия обречены у нас на провал. Надеюсь, что наши граждане, несомненно, примут установленные государством областованные правила в этой области. В конце Комитет по обороне и национальной безопасности рекомендует рассмотреть и поддержать настоящий законопроект в третьем чтении. Спасибо большое за внимание. В третьем, четвертом окончательном? В третьем, четвертом окончательном. Фактически на сегодняшний день мы прошли войну и у всех, за редким исключением, дома есть не только просто оружие гладкоскорное, но и автоматическое. И урегулировать этот момент совершенно правильно и вовремя. Но у меня есть просьба. Я не хотел бы, чтобы мы сегодня здесь спорили бы, доказывая друг другу, что нужно так или так, чтобы мы как-то подошли к этому разумно. Все-таки ношение оружия вопрос очень непростой. Мы туристическая страна, к нам приезжает много людей отдыхающих. Я лично за то, чтобы все это оружие было зарегистрировано, находилось дома, но я считаю, что носить ее – это очень сложный вопрос. Сложный в принципе, да? Никогда не доходит до своей окончательной точки. Но я считаю, что на этот раз комитет проделал огромную работу и на протяжении всех трех лет идет работа над этим законопроектом в разных частях. Я считаю, Владимир Иванович, что там вот все совершенно идеально в этом законопроекте. И я вас слышу, поднимаю абсолютно ваши опасения. Но я считаю, что если мы сейчас не примем базовый закон, если мы вот эти нормы, наконец, основное количество этих норм не вступит в силу, и из-за формальных обстоятельств мы сейчас этот закон вложим, он будет отложен еще на какое-то определенное количество времени. Любую поправку никто нам не мешает, в части там нарушения, в части чего-то другого, внести поправку на любом следующем заседании и сделать эту поправку. Конечно, нам нужен закон, который бы регулировал порядок оборота оружия. Нам нужен закон, который бы регулировал порядок приобретения, торговли, хранения, ношения, коллекционирования, экспонирования, ввоза и вывоза. И в этой части, конечно, нам закон об обороте оружия нужен. При этом, но внимательный анализ нового закона позволяет ему выделить очень много противоречий и коллизий, пробелов, которые не отрегулированы законом. Понимая, какое важное значение имеет этот закон для нашего общества и государства в целом, я полагаю, что этот закон необходимо доработать, тем более учитывая разность позиций, в том числе депутатского сообщества. У нас есть много замечаний, и генеральный прокурор, к сожалению, их нет, и правоохранительных органов, в том числе и контрольная палатка. Замечаний много к ним. Поэтому, как бы, наше предложение такое, отложить, доработать с учетом этих замечаний и уже отработанный, выберенный депутат законы уже рассматривать на нас. Спасибо. Спасибо.